Робот-археолог погрузился на тысячу метров под воду. Плазменная технология сделает прокладку тоннелей в разы быстрее и дешевле. Перчатка Octoglap копирует присоски осьминога для захвата предметов под водой. Baidu представила беспилотное такси со съемным рулем. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале Instarting Новости. Досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Ученые Стэнфордского университета разработали подводного робота-археолога Ocean 1K. Его верхняя часть гуманоидной формы, а задняя выглядит как промышленная машина с 8 разнонаправленными двигателями. Они позволяют осторожно маневрировать под водой на рекордной глубине 1000 метров. Тактильная или сенсорная система обратной связи робота и стереоскопическое зрение создают невероятно реалистичные ощущения, отмечают ученые, которые уже использовали возможности Ocean 1K. Глядя глазами робота и ощупывая затонувший корабль Криспи механическими руками, инженер, тестировавший Ocean 1K, даже почувствовал сопротивление воды. Команда инженеров из Колумбии объявила, что они создали робота, который впервые способен изучать модель своего тела с нуля, без помощи человека. Исследователи поместили роботизированную руку в круг из пяти потоковых видеокамер. Робот наблюдал за собой через камеры во время движения. Это похоже на младенца, который впервые исследует себя в зеркале. Робот извивался и корчился, чтобы узнать, как именно двигается его тело, в ответ на различные моторные команды. Примерно через три часа робот остановился. Его внутренняя нейронная сеть закончила обучение взаимосвязи между движениями и объемом, который он занимает в окружающей среде. Такие самомоделирующиеся роботы, по словам авторов, приведут к созданию более самодостаточных автономных систем. Способность роботов моделировать самих себя – это важное свойство. Это не только экономит рабочую силу, но и позволяет роботу следить за собственным износом и даже обнаруживать и компенсировать повреждения. Современные технологии в области строительства тоннелей далеки от совершенства. Они сводятся к тому, что специальные машины, оснащенные режущими головками, пробивают себе путь в толще породы. В результате подземные работы становятся дорогими, а их ход крайне медленным. Но что вы скажете, если узнаете о технологии, позволяющие строить подземные коммуникации в 100 раз быстрее и на 98% дешевле. Ее предлагает стартап EarthGrid. Суть технологии в том, чтобы вместо механического воздействия на камень применить взрывания при высоких температуре и давлении. Эти процессы приводят к скалыванию, выдуванию и даже испарению материала породы. Компания разработала комплекс оборудования, способного работать под землей автономно, прокладывая длинные тоннели без остановок. Для этого требуется только непрерывная подача электрической энергии, что исключает появление вредных выбросов. В основе технологии лежит система плазменных горелок, установленных на специальный диск. Горелки располагаются на диске в соответствии со спиралью Fibonacci, чтобы пламя от них покрывало весь диаметр будущего тоннеля. Во время работы диск вращается, а порода отбрасывается назад для удаления из рабочей зоны электрическими тележками. Таким способом можно строить тоннели самых разных диаметров, технология легко масштабируется. Скорость прокладки достигает фантастического для буровиков значения 1 км в день. Использование нового подхода может сделать ранее экономически невыгодные проекты жизнеспособными. Если попробовать схватить какой-то предмет под водой, то можно обнаружить, что сделать это не так уж и просто. Однако осьминоги в ходе эволюции научились быстро и надежно захватывать самые разные объекты. Это достигается использованием присосок и множества механических и химических сенсоров. Ученые Virginia Tech обратили внимание на эту способность головоногих и разработали перчатку для захвата предметов, которая достаточно точно имитирует работу нервов и мышц осьминога. Перчатка получила название «Октоглав». Основой ее конструкции стали резиновые ножки, оснащенные мягкими мембранами. Благодаря им перчатка может приклеиваться к предметам различных форм в водной среде. А за счет использования оптических датчиков «Микролидар» система способна обнаруживать предметы, находящиеся в непосредственной близости. Поведением присосок управляет микроконтроллер. Когда перчатка надета на руку, достаточно поднести ее к небольшому предмету, чтобы захватить его без сжатия. Это упрощает выполнение различных операций под водой. Модель Эполы RT6 китайская компания Байду разработала и собирается выпускать самостоятельно. При этом себестоимость этого автоматического таксомотора не превысит 38 тысяч долларов. Во второй половине следующего года эти такси, которым со временем перестанет требоваться водитель даже для страховки, начнут работать в городах Китая. Компания Байду уже продвинулась в вопросе получения разрешения властей на осуществление коммерческих таксомоторных перевозок. В конструкции этого электромобиля рулевое колесо сделано съемным, поэтому у человека в салоне со временем исчезнет возможность оказывать на машину какое-либо управляющее воздействие. Байду собирается в будущем выпустить около 100 тысяч таких таксомоторов и распространить фирменный сервис беспилотных такси Эпола Гоу на крупные города Китая. Премиум бренд Cadillac решил приоткрыть завесу над проектом своего флагманского электромобиля. Машина будет стоить внушительные 300 тысяч долларов. Пока что это выставочный образец, но серийная версия будет отличаться от него минимально. Cadillac позиционирует данный электромобиль как ультра роскошную флагманскую модель. Основные технические характеристики компания пока раскрывать не стала, зато рассказала о других достоинствах машины. Это в частности материалы ручной работы, полный привод, рулевое управление всеми четырьмя колесами, а также новое поколение системы помощи водителю Ультра Круиз. Электромобиль будет построен на платформе Altium от General Motors. Водитель и все пассажиры будут чувствовать себя в салоне машины максимально комфортно. Например, на крыше установлено четырехквадрантное интеллектуальное стекло на взвешенных частицах. Это значит, что каждый сможет индивидуально устанавливать свой уровень прозрачности крыши. На борту имеется комплект из пяти сенсорных дисплеев высокого разрешения и в первую очередь монолитный 55-дюймовый экран приборной панели, одним из достоинств которого станут электронные цифровые жалюзи. Это решение позволит пассажиру на переднем сиденье смотреть видео, не отвлекая водителя. Экраны также вмонтированы в задние части подголовников передних сидений и консоли с сенсорными дисплеями между сидениями обоих рядов. Машина поступит в продажу уже в двадцать четвертом году и будет проходить как модель двадцать пятого года. Спасибо большое за просмотр! Обязательно поставьте свой мощный лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик. Не забывайте оставлять свои комментарии и делиться этим каналом с друзьями. Еще больше полезной информации вы найдете на наших ресурсах, ссылки я оставил в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь, с вами был Андрей, канал Инстардинг Новости, не переключайтесь, до скорых встреч!